Нихао, бродяги! Это Арамбольские будни, второй сезон, пятая серия. Я уже три недели не снимал бытовых влогов, и за это время накопилось очень много разных событий. Начнем с того, что моя подруга Настя улетела на ретрит на Бали и останется там на неопределенный срок, поэтому оставила мне в наследство свою роскошнейшую квартиру, в которой я буду жить в ближайшее время. А также в наследство она мне оставила два крутых байка, которые я вам сейчас покажу. Первый из них не нуждается в представлении. Это легендарный Royal Enfield 500-кубовый, на котором Даня с YouTube-канала «Куда катится Даня» с моим другом Темой Иисусом объездили все Гималайи, и Настя его выкупила, чтобы сдавать в аренду. Так что, если вдруг в Арамбольске кому-то нужен байк на длительный срок, пожалуйста, пишите мне или Насте в личные сообщения. Ну и второй байк – это Yamaha MT. Буквально месяц назад Настя забрала его с салона и улетела на Бали, так, по сути, не успев на нем покататься. Он все еще проходит обкатку, байк выглядит просто великолепно, и я на нем гоняю с превеликим удовольствием. Свой байк я уже продал, потому что у меня нет смысла содержать три байка, так как мы с Настей условились, что, естественно, полностью обслуживание и Enfield, пока он не уйдет в аренду, так как я на нем еще езжу, оно будет на мне. Ну и, соответственно, Yamaha, но она как бы полностью новенькая, ее только нужно заправлять, и вот скоро она уже поедет на сервисное обслуживание, так как она на гарантии. Ну и хотелось бы с вами поделиться еще одним своим приобретением, которое для меня супер важное, потому что все свои видео, как вы знаете, я монтировал на айфоне. Сейчас у меня новенький айфон, я уже вам говорил об этом, но я решил пойти еще дальше, собрал все свои финансы и купил себе новенький макбук. Макбук Air M1, на котором я теперь могу смотреть видео других блогеров, но, естественно, главной задачей является монтаж моих влогов. Я буду делать это в программе Final Cut, очень удобно. Я уже смонтировал здесь видео с Лидой. Ну и, соответственно, прямые эфиры с помощью вот такой кольцевой лампы, маленькой, удобной, и прекрасным видом будет проводить здесь намного приятнее. Кстати, в этом дворе мы проводили Новый год, и здесь все еще остались артефакты с его празднования. На праздновании Нового года я познакомился с Эшли, которая работает стилистом-парикмахером, и на свой день рождения, который состоится 10 января, у нее состоится показ мод с подиумом, и, возможно, я даже приму участие, но сейчас она создает костюмы и пригласила к ней в гости, чтобы поучаствовать в процессе, поэтому я отправляюсь к ней в гости. Начинаем аромбольские будни и гоу в сюжет! Здравствуйте, добро пожаловать! Здравствуйте! Здравствуйте, в мое царство, где изготавливаются будущие новые коллекции, которые у нас в весь мир популярны. Здесь у нас представлены... Привет! Два мужчины? Давай тебя представим. Подожди, ты же Эшли у нас, получается? Да, я мальчик Эшли, здравствуйте. А почему Эшли? Что за имя такое? Ну, ничего. У Насти вообще одни подруги с какими-то именами экзотическими, типа, Дебора, Эшли, что это вообще такое? Эшли, я уже 15 лет, так что, ну-ну-ну, это у меня нюганские там... А сейчас тебе сколько? Ладно, а до Эшли ты кем была? Это более личная информация, я вам о ней расскажу чуть позже, как созрею для этого. Что за машинка у тебя тут? С собой привезла или здесь купила? Нет, мне тут так получилось, мне подогнали машинку, для того, чтобы я воплотила все свои идеи в жизни. Я знаю, я еще ее пытаюсь, точнее, придумывать. А ты уже делала какие-то показы мод на Бали? Ты же на Бали жила? Да, у меня был показ мод, у меня был прям подиум, где была я единственным модельером. Там даже на моем подиуме... На моем показе был Адам Сакс, это из Лос-Анджелеса, модельер. Даже был... О май гащ! ...какой там Антон Антонов, который знаменитый на весь мир психолог. Вот, в общем, были знаменитые личности, которые даже не знали, на чей показ они пришли, они просто пришли, мне кажется, побухать. И как тебя после такого показа занесло в бомжатский Гоа с мусором и коровами? Об этом историю молчу. Можно я хату посмотрю, пока вот тут... Ай да. Да? Ай да. Шадна живешь здесь? Нет, я снимаю вот с этими рапчиками. Рапчиками? Тоже модельеры? А, нет, нет, она не снимает, она просто приехала, пошел. Хорошо настроилась, да? Ну, я лучше, знаешь ли, у меня два байка и роскошная квартира с кондиционером и стиралкой теперь. Ой, блин, да, квартира, конечно, вся клевая. Ну, в общем, здесь у нас 4 комнаты. Костевая комната, так получается, здесь. Здесь кухня. О, кухня шикарная, надо сказать. Здесь туалет, здесь ванная. Ванная? Нет, конечно. Здесь, допустим, комната, где балкон, там я, получается, эти... Это твоя комната? Нет, это не моя комната. Можно зайти, да? Там на балконе у меня столом красоты. Ты, короче, всю квартиру по максимуму эксплуатируешь, да? Вот, у меня здесь стоит зеркало, здесь я выставляю все свое оборудование. Я его пока сложила, чтобы меня обезьян не растащили. Какое оборудование? Вон, посмотри, у меня тут ножницы, фен. А, ты же стилист у нас еще? Конечно, конечно. Пишите, мне надо как раз, мы баночки все, я поставила. А вот Ваня у нас изобретает такие вешалки. Ой, крутые. Вот полтора часа можно собрать такие вешалки, которые так необходимы на Гоа. Эдли, в твою комнату только не выходите. А что там? Там бен лам. Я думал, выращивает что-то. В общем, здесь у нас комната китайского учителя. У нас парень преподает китайский и английский язык. О, значит, он знает, как переводится нехао. Да, он знает, что это приведет. Даже я это знаю. Ну, не все знают. О, здесь у нас, скажем, на комнате привата. Которую нельзя, да, заходить? Да, и дальше мы идем на крышу. Крыша у нас тусовочная зона. Ой, здесь у нас периодически проходят тусовочки. Думаю, сдавать ее под мастер-классы еще. Мы сейчас подрастащили немножко. Ого! Облагородить, как мы под Новый год облагораживали. Здесь уютненько становится. Здесь мы матрасики раскладываем, пледиками все, стены увешиваем, чтобы было мягенько, удобно сидеть. Здесь стол под всякие благовония, вкусняшки, свет горит, проектор у нас стоит. Проектор? Да, для того, чтобы... Ничего себе. Вот это хиппи вайпс у вас здесь, конечно. Классное пространство. Это вот ваня у нас делает кроватки детские под заказ тоже. Слушай, потрясающе, ты открываешься для меня по-новому. Столько энергии в тебе. Это у нас такие мини-комнатки. Тоже, я не знаю, можно как-то оборудовать. Такие тоже мастер-классы либо какие-то там лечеёные. Ну, там ничего нету. Вот, ну, ты можешь посмотреть. Ничего нету, можешь посмотреть. Слушай, ну, в крайнем случае можно сюда прийти и по бомжу матрас кинуть. Да? Так, если бы началась пандемия 2.0, в целом ничего так. Стены и вот пальмы. Можно кокос туда срывать. Я вообще думала поставить здесь зеркало, вот так вот, и принимать гостей здесь. Ну, стрижки здесь окрашивали, если делать. Ну, я думаю, они все равно оценили бы такое. Ну, в общем, тоже была на это идея. А что барабан здесь одинокий? Целый. Единственный целый. Видок восхитительный, надо сказать. Тишь да гладь. Тих. И от дороги так прилично. Здесь единственный находится храм, вон там вот. и периодически у него устраиваются праздники, что там просто там-там-тарарам, с такой музыкой идет, что все настолько трясутся. И ты думаешь, либо бежать, как сказать, оттуда, либо наоборот туда, потому что не понимаешь, что от этого будет лучше. оттуда можно подглядеть, как я работаю, когда ко мне приходит краситься. Я бы тоже покрасился, конечно. Блондина? Да. Ой, сколько тебя красить придется. Да? Сложно. Ну, на твои черные волосы, слушай, часа четыре с половиной, ты точно тебя красить придется. Ты же черный. Как ты с двумя мужиками живешь? Я тебе скажу больше, я сейчас живу с тремя мужиками. А, с тремя мужиками. С тремя мужиками. Скажу так, иногда вешаюсь. А вы как мужики? Мы? У нас это ополчение против Эшли. Почему? Ну, потому что, ну, если я получше узнать, сразу все становится на места и становится понятно, почему мы против нее иногда ополчаемся. Ну, ты, кстати, роскошно лежишь на дыре бутылок. Это арт-объект, который стал нашим небольшим креслом. А что у тебя за ноут? У меня маковка. Эйр? А? Не, прошка. Прошка. У меня уже есть почти готовый экземпляр футболки, которую я создала полностью на человеке. Здесь у меня стойка такая, здесь такой драконий гребешок. Получается, да, это индийская ткань, здесь понять по качеству, как она будем тестить. И здесь получается вот этот орнамент, который прям создан полностью под человека. Ну, я накидываю ткань на человека и начинаю создавать какие-нибудь вещи. Вот так вот. И ты мне сейчас будешь служить живым мне это нравится. Ну что, раздевайся. Как часто мне об этом девушке говорили раньше, сейчас не говорят. Когда-то известный блогер и думаешь, что вот сейчас стал известным, девчонки будут штабелями падать, а они наоборот говорят, нафиг мне эта камера, вот эта жизнь на камеру. Так что у всего есть свои минусы. Но если вы свободная девчонка, оставайтесь свободной. Свобода это классно. Сейчас мы подберем тебе цвет под твои глаза. О, Боже, мы под мои великолепные зеленые глаза. Или серо-зеленые? Сейчас посмотрим. Раз. Так. И посмотрим. Я уже начала что-то делать? Так. И? На тебе больше зеленых, конечно, проходит. Давай зеленый, вот этот. Потому что голубой мне не очень нравится. не, без предрассудков. Геи, напишите мне. В директ пообщаемся. Вот, это кабанулевая ткань такая, из нее можно что-то еще сделать. А это уже заготовка есть, из него придется что-то уже выкраивать. Поэтому, ну-ка. О, давай сделаем просто двойную. Нет? Ну, возможно, но не в этой жизни. А какой вырез будет? Посмотрим. Сейчас я буду все это экспериментировать, делать. А сколько по времени это займет? Пока твое терпение будет хватать. А кто квартиру нашел? Ваня. Мы нашли квартиру где-то еще в середине октября. За сколько снимаете? Нам говорят, что лучше об этом никому не говорить, потому что это очень вкусная цена за такой четырехкомнатный дом. До 30? Сильно до. А чем ты занимаешься вообще? Слушай, я сейчас одно из моих дел я пилю чатик по Гуа. Вот такой вот. Как чатик называется? Гуа-ван. Гуа-ван. Ладно, пропиарим тебя чуть-чуть. Давай, давай, да. Там будут все объявления со всех других чатов по Гуане. Туда будут автоматически подгружаться и там можно будет без спама и флога найти любую информацию, которая тебе нужна. Байки, жилье, любые услуги, что угодно. Красава. Ты прям как я. Есть референсы, зачем что-то придумывать. Да, да, да. Можно это все просто пересобрать. А так я маркетолог. Маркетолог? Маркетолог 2.0 получается. Ну да. В общем, это первая майка, которая получается сделана человекем. Вот, здесь еще такая штука будет. Доделывается. Оп. Чтоб на байке можно было ехать. Чисто под Гуа, создаешь? Да. Ну вот, а сзади... Только не говори, что будет капюшон. Нет. Капюшон это прям отстой. Ну, они будут пара моделей с капюшоном для разнообразия. Здесь будет такая стойка, вот, я ее сделала, чтобы воротник прям стоял. Как граф Дракула. Да, да, да. А здесь, получается, такие как драконии хребты, вот такие шишиши пойдут. Привезла с собой из Бали кожу питона? Обязательно. А сколько ты уже в Гуа? Я месяц тут. А, месяц только? Да. Это на Бали 4 года прожила, а здесь я месяц. Где тебе больше по душе? Бали? Ну, конечно. Все, ваша модель улетает. Смотри, как вот подходит вот эта вот модель под данную модель. Вот, потому что создавалась она конкретно под человека, эксклюзивная вещь. А ты будешь ее ему оставлять? Посмотрим. Хороший вопрос. Ну, пока он точно будет участвовать. Вот, ну что, давай снимать. Я первый раз слушал об этом. Не первый. Холодно, я полетел на Волюбовку. А, давай с тебя я сниму, иначе ты в иголках опять здесь обколешься. Опять обколешься весь. По старой привычке. А что, она вас всех достала, да? Раздевает постоянно и колет. достала. Есть нюансики, есть нюансики. Ты видишь, какая суета, я навсегда. Я вот сел сейчас поработать, она говорит, сейчас придет крутой блогер, будем снимать что-то. Я такой думаю, я так поработать сел. И вот эта суета, она постоянно. Это как бы и весело, и, ну, не всегда весело. Ну, пока ты будешь, если честно, на платье похоже. А еще то, что ты так сильно любишь. Это точно майка? А еще то, что ты так сильно любишь. Отстой. Так, смотри, мне действительно одни это заднеприводные начали написать. Буду в таком платье ходить. Это не Феджак случайно? Нет. Сначала его одели на меня, и она на мне, ну, на тебе еще нормально сидеть, меня она обтягивала еще. Так у меня тоже, вон, пол потарчит. Вообще, да, блин, капец. Буду по показу вот так ходить по подиуму. Так это майка в итоге чеша? Это должна была быть такая. Это можно сразу в фотосессию ехать делать куда-нибудь в джунгли. Копье только взять и в губке. Любим Дон Крузо и Пятница. Давай какую модель сделаем? Чего только ты мне на показ выйдешь? Ладно, рассказывай, что дальше? Что дальше? Ты не любишь капюшон, а она здесь получат уже это с капюшором. Поэтому он как голубого на себе задает. Тебе хватит зеленый, конечно, больше идет. Давай зеленый, мне очень нравится. Здесь капюшон я не отрежу никак. Ну ладно, оставляем капюшон, я согласен, просто чтобы цвет был, который мне нравится. На меньшее я не согласен, что это за труба вообще? ты как в очень странных делах это куколус-клан. А может к тебе пристают, которые с тобой живут? Об этом будет история отдельная. Да ты что, когда? Давай прямо сейчас. В следующем выпуске. В следующем выпуске? Да. Ну все-таки получается что-то есть. Нет, уже нет. Что, пацаны, подкатывали к ним? С оператором я жила полгода в Питере. А, так это твой экс-бой? Да. В общем, мы весело живем. Правда. Зачем ты камеру взяла? Поняла, да? Конечно. Чтобы люди видели, с каким я прекрасным видом стою, просто стою. Ты здесь йогой занимаешься? Занимался. Сейчас не особо. Времени не хватает. А чем ты занимаешься целыми днями? Ну вот, блог. И изучаю монтаж сейчас. Монтаж, значит, делаешь? Да. Я делал монтаж на телефоне, а сейчас у меня появился макбук, и теперь я осваиваю монтаж на макбуке. Какой ты молодец. Слушай, а ты когда-нибудь снимал видеоуроки для каких-нибудь мастер-классов? Нет. Нет? Я вообще блог начал, когда в Индию приехал. Год назад. То есть ты в Индии год уже. Но уже чуть больше. Хочу. Когда монтаж начнутся, да? Ну, может быть, даже раньше чуть-чуть. Это эксклюзив. Ты что, мне интервью берешь? Я надеюсь, что меня нормально слышно, потому что я вот через тряпку разговариваю. Санта-тряпка, бля. А где-то ткань, кстати, купила? Мак-пуси. Шоп номер 5? Шоп номер 5. Да. Посмотрите, ребят, я Фатима. Больше не называйте меня Багдад. Кстати, меня подписчики Багдад называют. Ну, там история была в одной из серий. Батат? Багдад. Багдад, как город. Где Багдад находится, я вот не помню, в Ираке? Без понятия вообще. Ну, короче, вот где-то я Багдад, а теперь я Фатима в Багдаде. Да, да, да. На самом деле вообще секси. Вот посмотри, вот этот вырез, оп. И жопа туда выстрелит. Да, ляшечки тут, попка такая. Мне нравится, я даже готов по аромболю так ходить. Смотрите, дамы и господа, наприседал в свое время. Какую прекрасную жизнь я живу в конце концов. Ты продолжай, продолжай, только ножницами аккуратнее. Да, не нужно там ничего отрезать. Мне это еще пригодится когда-нибудь. Ну что, поехали. Точно надо юбку эту отрезать? Это она мне так нравится. Позно. Шортики задело. Все, вот это снимаем. Оп, оп. Ну, в общем, а из этого мы сделаем какую-нибудь такую гуанскую юбочку, такими там что-нибудь я тут придумаю, по геометрии сделаю, так-нибудь на талию посажу, ну, и там закасать продам. Вот так бизнес по-гуански. Если умеете что-то делать руками, вот это бусинки тоже на платьишке? Сепки? фурнитуры, я вот из этого сошью куртку. Вот из этого? Да, это будет каркасная куртка, мне обычно нужно манекен, чтобы я это смогла оплатить жизнь, то есть это будет каркас, вот так вот. Я извиняюсь, а куда я бубончики в этой куртке спрячу? Куртка, какие бубончики? Куртка, это же куртка. Ну, а бубончики, ааа, все, я понял. Прости, я насмотрелся на тебя так, что ни о чем другом ты думаешь. В общем, я создаю одежду по телу. Очень люблю работать с живым манекенами, скажем так. Вот, допустим, вот у тебя очень классные банки, и поэтому хочется их выделить, поэтому мы здесь делаем выточку, здесь делаем такой драконий хвостик, который здесь будет увеличиваться, здесь уменьшаться, подчеркнет твои банки, здесь треугольник такой красивый пойдет, здесь также он продолжится рельефом, и выведем сюда тоже треугольник. До того, как у меня звали Эшли, меня звали Еленой, но мне почему-то это имя как-то не сильно откликается. А почему именно Эшли? Без понятия, просто в седьмом классе придумала, думала поражать, и все, а у меня потом в восьмой класс это переросло, в колледж это все переросло, а я училась тоже на имиджмейкеры, вот, дизайнера имиджмейкера, поэтому там типа вот у нас стилист Эшли там ходит, я на парикмахеры начала еще учиться в восемнадцать лет, поэтому как-то так подключилась и готова, все как-то прилипло. Хочешь, расскажу тебе классную историю, которая у меня связана с именем Эшли? Давай. Хотел бы вам рассказать одну очень интересную историю. Значит, недавно утром ко мне стучится какая-то девушка, а я выхожу буквально в трусах, в восемь утра в конце концов, и отдает мне вот такой рюкзак, а в этом рюкзаке была еда и записка от некой Эшли с номером телефона. Я часто вижу тебя, ты мне нравишься. Это была ты? Нет, но я учтую на заметку. Блин, надо было сказать, что это была я. Вот, и она занимается. Представляешь? Офигеть. Нормально. Она Эшли, а я Эшли. Господи, какая разница? Большая это британское либо английское имя. Ой, либо американское, либо английское имя. Ну ладно. У меня Эшли. Поверю тебе, что это была не ты. Блин, почему же именно так себя хочется Виталиком назвать? Блять, какой ужас вообще. Почему Виталиком? Я не знаю, просто я уже два раза такая начинала тебя сегодня искать. Думаю, Виталик, почему мне ничего не ищется по моему Виталику? Потом вспоминаю, что это как-то очень странно записано в Инстаграме. Валбинга-бонга, подписывайтесь на мой Инстаграм. Вот, я еле как тебя нашла и искренне понимала, почему у меня по имени Виталик ничего не нашлось. На 20% примерно футболка уже готова. Мне нужно ехать дальше. Эшли, что ты скажешь про данную модель, которую мы сделали? В общем, данная модель. Так. Фишка будет состоять именно в капюшоне, чтобы можно было ехать на байке, вот так вот прикрываться. Здесь у нас а-ля Фатима. Вот такая вот будет вещица, настоящая из гемифриевских треугольников, в котором у нас продолжатся баночки наши подчеркнуться, потом линии пресса подчеркнуться. Это не банки называются? Это титьки. Титьки, короче. Ну, они подчеркнутся. В общем, подчеркнутся вот эти. У тебя они тоже есть, кстати. Я в курсе. Вот эти вот мышцы подчеркнутся. Брюшного пресса, да, я так полагаю? Ну, как они там называются? Ну, да. Косые мышцы живота. Косые мышцы живота, именно. За 20% футболка у нас готова. Ну что, благодарим Фатиму. Давай снимать это все с меня. Держи, оператор. Давай. Снимай с меня. Это для нашей женской улитбары. На колени. Иголки, иголки. Я же стараюсь, чтобы вас иголки не задели. Поэтому делаю максимально все для вашего удобства. Спасибо. Хозяйка. Тихо, тихо, Богданчик, не это. Есть иголка. Ты, я смотрю, начал понимать уже, да? Да. Что к чему? Добро пожаловать в нашу секту. Ну, мне нравится, как до мной владеют, надо признаться. О, мы сдружимся. Это потрясутить ками для вас еще немножечко. Не знаю, как часто манекен понадобится. Ну, я к тебе еще заеду? Давай. Вот. А прямо сейчас я отправляюсь к главной звезде своих видеоблогов, Дарья, чтобы она показала наконец-то спустя уже полтора или два месяца свою роскошную квартиру на берегу, практически на берегу моря. Поэтому переходик вот так в майку. Какой же здесь красивый двор. Я уже снимал его в одной из частей ромбольских будней. И как раз здесь поселилась Даша. Здесь у нее такой сторожевой пес на входе. Здравствуйте. А Дарья домов? Ой. Ну, не рычи, не рычи. Классная лестница такая. Как-то винтажная называется, правильно? Я не знаю. и балкон тоже такой белый, красивый. Там море шумит, птички поют. В общем, здорово, птички, вороны. Даша! Алло! Алло! Здравствуйте! Добрый день! Вы что, только из душа вышли? Я вот повысь. А я пришел к вам сделать обзор на вашу роскошную, шикарную квартиру. Я надеюсь, это сделал так, что непонятно, где моя квартира. Мне достаточно. Частично. Богдан, недостаточно непрошенных гостей. А кто к тебе еще приходил? Вот захаживали, знаешь? Захаживали? Да. Непрошенные, знаю, где живешь. А как они узнали, где ты живешь? До этого просто глядя, где-то я захожу. Ага. И вот заходили. Ну, там почти непонятно, я же дорогу не показывал. Слава Богу, просто в прошлые разы ты показывал дороги ко мне. Так в прошлые разы мы жили рядом. Вот она здесь живет, вот здесь денежку хранит, а вот тут замок у нее. Слушай, классная квартира, на самом деле зеленая, тут твои цветы, да? Я все купила. Квартира до этого блондийского стиля. Я, знаешь, покрасила. Стену? Да. Вот эту стену, вот эту стену. Ну тут, конечно, красно-буротская цельная. Вот, плюс еще шторы я поменяла, вот английские сельники красивые. Вот цветочки везде поставила, белое постельное белье купила. Вот это солнышко ты, да, тоже купила. Тунгучку украла. Ну такой, боха стиль, да? Тем не менее, остался. Просто мне более-менее хотел чуть-чуть Европы. Хотел чуть-чуть. Какой-то, что шторки, белое постельное белье, цветочек стоит. Как дела у тебя чиновенького? Ну что, пока не родила. От индуса? Я думаю, я на мой взгляд с вами. Нет, с индусом мы больше не общаемся. Дверь, ты хочешь, как это? Ору. А с индусом нет, мы же больше не общаемся, все. Он же такой идеально красивый. Он идеально красивый, он идеально красивый, но суть в том, что культура играет очень огромную роль, особенно, если ты не сильно путешествуешь. Вот. и там так получилось, что индийская культура в основном построена на Болливуде, ну, потому что, блин, мы там смотрим русские фильмы, да, вот у нас российская кайдыша, вот это страдание, вот этот вот бой, закаленный характер, мы через все пройдем, все сделаем, а у них драма, они королевы драмы. Вот. А у меня драма, ну, может быть, была интересная, когда мне было, типа, знаешь, лет 15, когда я убегаю, волос назад, он вперед, вот это вот все. А сейчас, когда ты уже взрослая девочка, ты понимаешь, как бы, что ты хочешь, и ты видишь, что человек начинает как-то вот так вот с тобой играть, какую-то драму строить, ну, тебе это неинтересно, ты не хочешь, вот эти твольская типа, а, тогда пока, короче. Вот. И я ему сказала, что ты как бы ссорить, ну, пока. То есть, мне это не близка, вот эта культура драмы, я такой суперспокойный человек, в плане каких-то отношений, поэтому не получилось, не фатануло. А сейчас есть кто-то у тебя? Вот. Новые мужчины в твоей жизни? Нет, нет. Я свободная, у меня женщина свободного выгула. Вот. Женщина свободного выгула. Ну, как называется, знаете, откуда у меня эта фраза в голове появилась? Я не знаю, не слышал раньше. Не слышал такого? Нет. Я откуда-то такое слышала? У меня сейчас фокус не мать, я на другое настроен. Я не, у меня нет такого, что если у меня никого нет, мне нужно бежать, обязательно быть с кем-то. Я занимаюсь там какими-то своими делишками, что-то делаю. Вот я сейчас купила курсы, значит, буду стараться работать в интернетике, осваивать и потом новую профессию. Плюс мне, я себе решила делать подарок тоже, Богдан, мне один ты богатый, роскошный. Давай покажем, что за подарок. Я тоже решила себя купить, сейчас, подожди, криво, у меня лицо засохнет. Решила купить себе макбук, чтобы работать в интернетике. Вот, это мой первый компьютер, у меня до этого никогда не было такой роскоши. Я никогда себе не покупала компьютера, потому что не знаю, как-то в детстве, блядь, в игры не играла, работала, что если это все, вовсе там были компьютеры. Вот, а тут я поняла, что мне нужен, я его купила в итоге в Москве, за 70 тысяч рублей, это очень дешево, там есть знакомые, которые, знаешь, из Америки везут, вечно американец, без гарантии, без ничего, американец, без гарантии. Вот, и мне его, моя подружечка, там, пролетев, все равно, доставила. Сейчас я его достану. А почему у тебя кухня за ширмой, ты готовишь? Нет, я не готовлю, она мне за ширмой, потому что, ну, типа, вот эта плитка мне не нравится, знаешь, то есть. Ну да, плитку не перекрасишь. Поэтому я вижу какую-то такую штуку, типа, ну, типа, брала, и она даже так вот здесь. Значит, не мать, нет, пойдемте, пожалуйста. И сразу в чехле в таком, да? Да. Желтеньком. Класс. Тарья Павленька. Смотри. Это такой же, как и у меня, AirM1 на 256, да? Оп. Да у меня такой же, зай. Прикольно, да? Да. Поздравляю тебя. У меня не было никогда своего компьютера, и мака не было, и как бы, ну, можно миллионы людей все там покупать, но для меня это такое, типа, оооо, просто это первая моя такая штука, я очень довольна, я вообще горжусь собой, что я смогла купить его, и что вот это... Разобралась уже, как пользоваться? Нет, 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 нет. Только установила, да? Да, да, я просто установила, у меня Настя вот, то, что привезла его, и там быстро, так-так-так-так-так-так, закрыла его, еще не целый день был на пляжике. У меня очень такой, необычный холодильник. Тут вино, значит, между прочим, между прочим, богато. Это, я нашла Шардоне, Австралия, потому что я белую только, пью только белое сухое. Впрочем стоит полторы тысячи рублей. В Берлине я покупала такое хорошее вино за 5 евро. А это ты где взяла? Здесь, в Индии. Они везут его, видимо, импорт, потому что местно пить невозможно. Липтон, у меня просто жить без него не могу. Молодько, а то мы сейчас будем кофе делать. Фруктики какие-то. Хочешь, Багдан, мандаринку? Давай. Это для новогоднего настроения. Подошел парень и сказал, о, вместе. А мы с Аленой вчера сидели, с Настей приехала, мы вместе сидели. Я такой, о, блин, вы что, помирились? И я говорю, типа, да мы не ссорились. Он такой, ну вообще, типа, вот я посмотрела, типа, Ален, тебе респект, а вот ты, Даша, типа. Я говорю, что же я сделала? Я говорю, я же ничего плохого парня не сказала. Вообще-то, ну, просто сказала, ну так получается, в чем я же виновата-то, почему? Ты вот так высокомерно это сказала. Я говорю, за, я говорю, на борозде, я говорю, типа, блядь. Вот, да, все подходят, спрашивают, но мы не ссорились. Кстати, давай еще передадим привет маме Алене, так как она заходила ко мне на стрим. Алена ей скинула несколько видосов, и ее мама теперь смотрит наш канал. Серьезно? Да. Я придаю огромный привет маме Алене. Вот, и моя мама скоро приедет сюда к нам в гости. Вот, я решила сделать подарок маме. Ну, как-то не то, что подарок. Вообще я приехала в Гуам, мне мама рассказала про Гуам. Мне мама сюда много раз ездила. Ну, так, типа, на две недельки просто, как турист, типа, по пакету. Вот, и так как мы давно не виделись, Новый год, недель рождения скоро. Вот, я такая говорю, типа, ладно, Новый год и недель рождения дарите путевку, приедем в гости. Она и так собиралась. Вот, поэтому в конце января, наверное, в начале февраля мамка приедет, вот. А где она жить будет? Возможно, мы ее уговорим сняться. О, это очень круто будет. Но, смотри, она, получается, она же едет по путевке, типа, на две-три недели. Она где купит путевку? Ну, в Ромболь, конечно же, рядом со мной где-то. Вот, но там какой-то будет, типа, там будет. Круто, поздравляю. Зовите меня, Даша, у него клевжем. Ты просто хочешь снять, как я опять что-то уроню, да? Да ничего не уронишь. Произошла кража. Было похищено три стула. Да, реально, у меня было таких три стула, и их похитили. Я пойду, украду, где-нибудь. Роскошный стул. Я надеюсь, он не упадет, потому что он у меня как декор обычно использовал. Можете представить? Это я. Так, уберем стол от какашек. Буду вот так вот сидеть. Возможно, вы все сейчас посмотрите и подумаете, что какая-то дура или понтусь. Но, на самом деле, для меня это не, типа, обычная покупка. Я никогда себе не покупаю дорогих вещей. Я не много денег, я бедная. И для меня покупка мака на деньги, которые долго сложно зарабатывала, для меня это, типа, я что, взрослая? Я сама себе купила макбук? То есть, для меня это, как, не знаю, как квартира, как машина. Ну, я не привыкла к такому. А, ну, давайте я тоже скажу. Помимо того, что у меня новый макбук, новый айфон, у меня еще и новые airpods, но они тоже необходимы, чтобы в ком не будет каворкинги работать, никому не мешать. Сколько купил? Эти я купил за 21 тысячу рупий. Airpods третьего поколения. На прошки не хватило. Еще музыка там классная на заднем фонгере. Блин, как же прикольно, ребята, вообще. Я же работала то, что по образованию, я по финансам, я финансовый консультант и в тендерах я шарю. И чтобы работать таким образом удаленно, я это могу. Но это, типа, 24 на 7 на связи, 5-2, с 9 до 6. А тут у нас, как бы, в Гуае это очень сложно. Я такая, так, мне нужно, знаешь, освоить какую-то новую профессию в компьютере, чтобы это заняло не слишком много времени, но чтобы я могла это применять сразу. Так что мне интересно, ну, короче, это все очень долго я думала-думала-думала. В итоге такая, такая, о, ретушь фото. Но не просто в инстаграме проси замазать, а профессионально, там, типа, обложки для глянцевых журналах. То есть это фотошоп. Я сейчас заказала, это у меня другая уже посылка придет. Там прям графический планшет, где буду на фотошопе все отрисовывать, все делать, вот. И курс длится 6 недель. После этого курса, это прям один из лучших курсов на рынке, который я, ну, нашла. Там дают, типа, много платформы иностранных, русских, прям клиентов, базу. Все, ты можешь сразу прям работать. Сколько курс стоил? 25 тысяч. Ну, недорого. Я считаю, что это, ну, типа, неплохое вложение, и прежде, чем покупать курс, я посмотрела, знаешь, даже у нас на HitHunter, типа, на Авито, из разряда, сколько стоит там, допустим, если одну фотку от ретачить, да, надо будет, профессионально, либо там на поток. То есть там зарплата там уже 60, 60, 80. Это если постоянно на поток работать. За одну фотографию там тысячу-две можно получить. Ну, это неплохо. У тебя, во-первых, свободный график, ты захотела пару фоточек сделала, не захотела, не сделала. Потому что вот эта вот сигаретная работа, это, конечно, очень классно, весело и беззаботно, но ты никак на ней не развиваешься, и ты как будто бы тупишь. Наверное, приколнее же вот так сидеть, кнопку пить, чем сигареты. Я очень благодарна сигаретам, потому что в прошлом сезоне они не спасли от голодной смерти. Ой, да, в прошлом сезоне мы прям бомжевали. Вот, помнишь, то есть мы прям работаем, мы так же нервовались. А сейчас я поняла, что, ну, наверное, у меня все-таки есть сейчас возможность, деньги какие-то, которые у меня остались. Сигарет тоже заработала хорошо. Вложить в какое-то дальнейшее там обучение, в развитие, и вот я купила компьютерик. Класс. Я бедная, но довольно. Бедная, но с компьютером. Но я тоже все деньги, по сути, в технику вложил, инвестиция в будущее. Ты молодец, Богданчик, мы с тобой молодцы, потому что это потом в дальнейшем больше денег принесет, правильно? Конечно. Даш, вот уже полсезона прошло, нет у тебя ощущения, что, несмотря на то, что в прошлом мы жили без бабла, но он был более ламповый, более такой какой-то атмосферный, что ли. Я думаю, что дело не в деньгах, а дело в новизне. Потому что все, когда ты делаешь первый раз, оно для тебя все вау. Потому что это первый твой ламповый вечер, это твоя первая посиделка у кастрати, твои первые знакомства, это там первый поцелуй на море, там, под звездным небом, первый какой-то влюбленный, что-то еще. Это все в первый раз. Как будто лагеря писала. Да, ну да, а сейчас, это же как лагерь, может тут как семья вся. А сейчас, когда ты уже все знаешь, все про всех как бы понятно, ты знаешь, уже там, людей тут, уже нет вот этого чувства, то, что это в первый раз, и поэтому это будто бы приедается просто потолуха. Поэтому, ну то есть я не могу сказать, что из-за денег стало хуже или потеряла какой-то свой шарм, нет. Сейчас, наоборот, комфортнее, но нет вот этого, что первый раз. Я говорю, я вспоминаю, я вспоминаю себя три года назад, когда я первый раз сюда приехала по путевке. Это была программа максимум, я за две недели делаю все. Сейчас я могу за две недели особо ни разу на море не сходить, с домом не уходить, сидеть там, делать сорянчики смотреть, что-то там, какие-то свои дела делать. Поэтому вот так вот. Но сейчас также остались, тут есть, представляете, сейчас тут есть такие люди, которые сейчас первый раз приехали по путевке. У них первые вот эти вот чувства, у них глаза горят. Также есть люди, для которых это первый сезон, для которых тоже это все в новинку. А это тоже классно, но зато мы с тобой открыты, типа к новым местам, мы как прошли будет этот урок, и мы можем двигаться дальше. То есть мы можем поехать в новое место, ты представляешь, когда это в новом месте, там это будет все новое, опять и так, и так. К счастью, у нас большой мир, много мест, вот. Ну ты же тоже удаленную работу сейчас нашла, чтобы дальше отправиться куда-нибудь путешествовать? Да, ты абсолютно прав, чтобы путешествовать, потому что, как я уже говорила, по-моему, да, что как бы в Россию я не буду возвращаться. Так как мне нужно время, где я смогу пребывать, я вот рассматриваю Бали, потому что там хороший интернет, там классная картинка. Но меня единственное, что смущает, что какая-то там штучка с визами непонятная. Вот, но я своим паспортом могу спокойно пребывать на территории Евросоюза. Три месяца без проблем, а потом дальше другую визу делать, где я могу жить в Европе. Вот, я думаю, что, скорее всего, в конце февраля я поеду на Бали на пару месяцев, посмотрю, как там что, и все, и потом буду жить в Европе сидеть. Ну тоже, знаешь, как говорится, хочет рассмешить Бога, расскажи мне своих планов. Это правда. Вот, поэтому я типа не знаю, может быть, я не знаю, сейчас у меня так классно с работы, а ты попрет, я такая, да и так мне здесь никуда не поеду, буду сидеть здесь спокойно, кто знает, понимаешь? Ну если на Бали в одно время окажемся, будем снимать Балийские будни? Богданчик, с тобой вообще всегда все снимать, конечно. Я бы даже, если вдруг мы соберемся, поедем вместе, вообще будем с соседями. Ну это будет вообще разрыв. Конечно, будет первоклассно. Настя уже на Бали. Настя уже на Бали. Так что сейчас потихонечку будем перебираться. Я сегодня хотела ударить ее через экран. Я смотрю ее сторис, она говорит, вы, наверное, меня сейчас прибьете. Она сидит в роскошном кафе на Бали, говорит, так скучаю по вот этим вот грязным столам. По Массале, типа, сидит, пьет охранительный, знаешь, какой-то фреш. Хороший кофе, ну, типа, в классном рестке. Ой, скучаю по своей помойке. Я думаю, да ты молчи, блин, пожалуйста. Но кто знает, может, мы тоже будем так же скучать по помойке. Сто процентов. Я вообще себя ассоциирую с этим местом уже. Я, типа, не помню, когда я последний раз ностальгировал по России, там, или по какой-то жизни в Ростове, например. Это, кстати, тоже одна из причин, потому что, если мы с тобой так подумаем, это одна из причин, почему мы с тобой хотим ехать. Потому что это дом. А у нас внутри вот есть вот этот вот... Бежать, 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 да. Да, правда. Не то чтобы слабоумие и отвага, но как за что мультик. Вот ты тут все понял, я эту игру прошел, я здесь все разгадал. Я здесь знаю каждую собаку, практически каждого человека. Я знаю, где подешевле квартиру, где все. То есть у меня будто бы эта игра пройдена, у меня все ключики есть. Блин, как круто ты сказала сейчас. Вот скажи, ты прошел эту игру и уже такой, типа, ну что бегать же по этим уровням, ты же уже все знаешь. Хочется опять каких-то сложностей, необычных, чего-то. Потому что через сложности мы развиваемся. Если ты стоишь, типа, на месте, это как слово правильно, поправьте меня, если ошибаюсь, стагнация. Да. И когда мы идем в новое место, мы выходим в зону комфорта, и мы начинаем что-то новое делать, искать туда-сюда. Это опять же, представь, что ты приехал, должен быть так благодарен своему грабежу, что тебя ограбили. Это правда. Ты когда все теряешь, это такая огромная точка роста, ты начинаешь снова вылистать, это так круто. У тебя нет ничего, у тебя мозг начинает просто... В обычной жизни это никогда не сделано, но тут у тебя мозг начинает генерировать все эти идеи, что надо так, надо сяк, потому что ты в панике, тебе нужно выживать. Тебе нечего есть, ты просто помощи ждать неоткуда, ты начинаешь делать. И сейчас ты бы мог тогда, когда ты сделал без денег, представить, что ты будешь такой, макбук, айфон, новомутники туда поедут туда. Ты мог тогда представить, когда мы сидели на стриме, я выпрашивала несчастного косаря, вот на эти, внимание, Джейсон Мома, я до сих пор нашу. А, это тебе штаны легендарные. Да, это, кстати, эти штаны, я только сейчас даю туда перу. И когда мы выпрашивали денег на эти штаны, ты мог представить, что вот так вот я буду сидеть с макбуком, а мы будем с тобой сидеть, ты будешь за стримы получать там по 100 тысяч. Ну, конечно, не мог. Не мог представить, понимаешь? Да. Если бы мне тоже кто-то год назад сказал, что я там добьюсь того, что я сделаю себе новый паспорт, я пройду через все эти уровни, вот это все сделаю. У нас же как в России принято, что если тебе что-то не дается, нужно идти, нужно рвать глотку, нужно бежать, лететь, через все, иди, если это твое, знаешь, через тернии к звездам. Нет. Жизнь, она не должна быть как череда испытаний, она должна быть как парк аттракционов. То есть она должна быть как по маслу. Если не дается, тяжело, пробуй новое, ищи твое. Потому что, когда все идет хорошо, когда все легко дается и быстро, значит это действительно твой путь. Вот мне так кажется. То есть у меня сейчас все легко приходит, у тебя, скажи, сейчас достаточно легко все приходит. Да. По этому делу, что это тоже работа, и что ты молодец, ты огромную работу проделываешь, я тобой очень горжусь. Но в целом, это не так, что ты это зубами выгрызаешь. Тебе сопутствует удача. Потому что те, кто на правильном пути, им всегда сопутствует этот вот удар. На своем пути, я бы сказал. Ну то есть я свою яркость через камеру могу проявлять, или там свой скилл открывать интересных людей, брать у них интервью, путешествовать, это тоже часть меня. Мне кажется, людям возможно было бы интересно, кстати, посмотреть на твое интервью. Ты его берешь, если бы у тебя кто-то взял интервью. Да, было бы прикольно. Хотели ты потом как-нибудь интервью возьмешь? Давай. Я начну у тебя вот это вот. А почему ты с этим не общаешься? А что случилось? А тема щечек не раскрыта. Давай, давай, я согласен. Вот, можно как-нибудь, да, придумать. Если это видео наберет 600 лайков, Даша возьмет у меня интервью. Ну вообще, я с тобой согласен на тему того, что у меня сейчас чувство такое, как будто игра пройдена. То есть у меня прекрасная квартира, два байка, которыми я могу пользоваться. Есть финансы, которых хватит там месяца на два здесь беззаботной жизни. Но тем не менее, вот внутри что-то такое. А поехали, а поехали дальше. А тут вроде все хорошо уже, но вот это чувство пройденной игры, оно не отпускает. Я вот говорю, как будто ты знаешь этот чит-код, ты его взломал. Ты взломал этот чит-код и хочется как бы идти дальше, дальше новых трудностей, новое что-то проходить, что-то делать, потому что движение – это жизнь. Ну да, я же в конце концов бродяга, как по названию, но уже по факту не особо-то и бродяга получается. Но главное в душе бродяга же. Ну в душе, да, в душе, да. Я вообще вот хожу, знаешь, по каким-то заброшкам, думаю, блин, было бы прикольно, если бы я приехал без бабла и сюда кинул здесь матрас, какое-то время повыживал. Но я все равно человек комфорта больше. То есть я бы так какую-то романтику хотелось испытать, но тем не менее все равно потом бы к комфорту. Да, ну просто тоже есть разница, когда тебя жизнь в эти обстоятельства гоняет, и когда ты их искусственно создаешь. Да, ну я считаю, лучше наверх двигаться всегда. Ну, нет, конечно, да, наверх. Ну и просто проходить новые игры, новые уровни, и это, ну типа, да прикольно. Ну если мы на Бали поедем, по сути придется обнулиться, потому что там уже не будет таких шикарных условий. Я там не знаю каждую улицу, да, каждого человека, который мне мог бы пригодиться так или иначе. Просьба начинать все заново, и да, это интересно, это начало новой игры, по сути. Посмотрим, как оно сложится. Просто иногда хочется положить камеру, убрать телефон, и просто хотя бы неделю повстаняться в парамболе, не думать о контенте, и вообще просто наслаждаться сезоном. У меня так не получается, так как я трудоголик. Это ее имя? Нет, я на самом деле, я просто называю это дорогуша, это любимая. Это моя собачка, потому что видела там мисочки? Это вот я ей купила. Я ее кормлю каждый день, она у меня спит обычно на коврике, меня охраняет. Моя хорошая девочка. Мы с Дашей решили прогуляться на Sunset Market или на Hippie Market, кто как его называют. Я очень полюбил это место, это мероприятие, так как... А ты это только в этом сезоне, да, его видишь? Да, 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 так как оно вот как раз таки истинно, знаешь, арамбольское, как вот это место, мимо которого мы идем, где все в граффити разрисовано, я прям тащусь. Кстати, знаешь, что еще? Да. Я собираюсь на следующей неделе садиться на этот маркет с своими картинами. Да ты что? Да, я буду рисовать какие-нибудь картинки, напишу такие. Вот, потому что я там видела ребят, которые рисуют картины, ну, они очень красивые, но я вижу, что это не сильно сложная работа, они подают их по 2-300, и они их покупают. А я не ради денег, а мне просто интересно, потому что обычно я рисую картины, и я их дарю в подарок кому-то, вот. А тут интересно, знаешь, там, не знаю, ну, по 500 просто выставить, там себестоимость, потому что масло вообще дорогое, холсты дорогие. По себестоимости, ну, может, там за 1000, если большие холсты. Ну, учитывая твою популярность, не проблема будет продать. Нет, просто прикольно, хочу тоже посидеть на маркете, знаешь, вот, побыть частью этого, это вообще очень классно. Ну, я с тобой тоже хочу там посидеть. Вот, я тебе и говорю, пойдем со мной сядешь, посидишь там. Пойдем. К слову о том, что Даша живет очень близко к морю, запись сейчас на камере идет полторы минуты. Вот. И вот мы уже на пляжике на танцете. Я живу на море. Ну, здесь лучше, чем в Калангуте, скажешь. Вообще, смотри, первоклассно, сидят люди спокойно, чтобы там отдыхать, что-то делать. О, вот что еще хотела сказать. Я набила татуировку новую, это мне набил мой дружочек, это хэндпок. Это когда, то есть, вот это все машинное, а это хэндпок, это типа вот такая голка делать. Да, мы тоже хэндпок. Он меня будет учить делать, бить хэндпоком. Вот. Я буду, возможно, тут похибеть. Ну, бесплатно просто по приколу. Ты хотела какому-то чуваку еще на задницу бить? Да, да, да. Вот я на нем буду учиться, он дал мне свою кожу набивать. О, мой бог, помогу. Слушай, спасибо. Здравствуйте. 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 Как ты? Молодец. Качание головы индейские. Это наш дизайн. Даша, это вот этот мужик, которому татуировку на задницу будешь делать? Он будет поставить свежий в голову на тренировке. Не, 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 и сегодня я думаю, что в ночное время я пришел. Дружочек, что у тебя? Он опасный, не? Не? Но выглядел он очень смешно. Ты выглядишь как сладкий парень, но... Что случилось? Эй, нет! Даш, ты один из самых популярных персонажей в моем блоге, если не самые популярные. Но после видео с Калангутом тебя там прям захейтили. Как ты на это отреагировал? Ну, слушай, давай начнем с того, что вообще в начале этого сезона, с этого сезона я в много говна в свою сторону получила. Хотя, если вы обратите внимание, я намного менее экспрессивная, я намного менее ругаюсь матом. И я более, так сказать, ненавижу это слово, ну ладно, мы его скажем. Осознанно выражаю свои мысли, веду себя. Но, тем не менее, я получаю большую кучу говна. Но у меня просто такая позиция сама по себе в жизни, что это ничего общего со мной не имеет. Может быть, я просто как-то трагерю людей, которые не могут себе позволить то, что делаю я. Но я не делаю ничего плохого. Если где-то высказываю свое мнение, которое всегда я говорю, что не претендует на правду, если оно им не нравится, то я не должна всем нравиться. Я такой человек, понимаешь? Я нравлюсь тебе, Богданечка, для меня это самое главное. Еее. Больно было. Вот, то есть, если бы я, не знаю, кого-нибудь била, орала, там, ругалась, что-то плохое сделала. Ну, я бы понимаю, то есть, я всегда за конструктивную критику. И где-то, когда мне там вживую подходят люди что-то говорят, что, ой, вот тут ты перегнула, вот тут мне не понравилось. Я это выслушиваю, иногда я такая, блин, да, наверное, это было слишком. Люди ко мне к этому не готовы. Ко мне подходят люди. Что-то у меня спрашивают. Я ему отвечаю, говорит, блин, ты такая милая и хорошая, типа, почему ты видел такая, типа, сука? Я говорю, а просто потому, что я со своими людьми, у меня нет, типа, рамок и гранит, я такая вот, типа, экспрессивная. Но понятное дело, что я не буду с незнакомыми людьми все так вести. Мы пришли на Sunset Market, снова второй влог подряд, но здесь такой дух. Привет. Привет. Я твой подписчик. Класс. Привет. Здравствуй. Даша, знаете? Нет, Даша. Нормально, нормально. Спасибо. Обычно Алену никто не помнит. Видишь? Видишь? Алена тоже очень популярная, роскошная женщина. Каково чувствовать себя известным человеком, Даша? Я не чувствую себя известным человеком. Это то же самое, как будто тебе много друзей, они все к тебе подходят, потому что я всегда спрашиваю, ну, стараюсь, спрашиваю, типа, а у тебя как дела, а тебя как зовут, а трое, все, пятая, десятая. Привет, ребята. Привет. Что у вас тут продается, все? Одежка. Пожалуйста. Шмоточки, шмоточки. Получается... Налетаем. Классные. Много единиц продается в день. А-а-а, это секрет фирмы. Ладно, хорошо. Вам так все расскажете. Очень роскошно, потому что ты мало где найдешь обычную, типа, приятную ткани черную футболку или белую. Очень классная, это большая проблема. Вещички по очень низким ценам. Вот, будете на маркетинг доступны. Пирожки с папайей. Пирожки с папайей? Один остался последний. А какой самый вкусный? С картошкой, с картошкой? Мой Мути на вас подписан, он от вас без ума. Да? Класс. Еще я говорю, так он от бродяги взял, за бродягу тоже подписан. Я говорю, сделал. Ну, знаете, да, бродяга? Да, от фишайки, конечно. Да, фишай. По-моему, даже не уставил правильно. Мам, Багдан, ты что считаешь, картошка? Капуста или папайя? Капуста. Капуста. Нету? Если не мы для мужчины, чебуретки с курицей. Мясо не ем. А, тогда? А для меня с папайей, да? Папайей и картошкой. Ну, тогда давайте с папайей попробуем вашу. А какой она у вас большая? Вот как отсюда уехать? Везде друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень хорошо. Как дела? Все хорошо. У меня очень хорошо. Все хорошо. Очень вкусный пирожок, на самом деле. Смешно и ты. О, мой бог. Девушка, которая подходила к Даше буквально 30 секунд назад, сказала такую фразу Arambol is back. И я с ней полностью согласен, потому что с каждым днем на Sunset Market все больше и больше людей. И все больше и больше вот этих фриков, хипанов, которых мы привыкли видеть и видео про это место. Вот в тех старых атмосферных влогах от других разных всяких блогеров, которых я смотрел еще в году 17-ом, наверное. Посмотрите, какие колоритные девушки. Вообще красивые, татуированные, не похожие ни на кого. Я смотрела слишком много. Кружок жонглеров значительно вырос с прошлого видоса. Здравствуйте. Здравствуйте. Скиллы. Получается, мы пришли на хиппи-маркет пожрать? О, блядь, получается, да. Смотри туда, что тут еще кинотеатр есть. А что вы в кинотеатре показываете? Сегодня показываем все части Матрицы. Да, до утра. У нас лежаки, чаи заваливали. А, то есть это заочно покупаешь билеты и приходишь в кинотеатр? Да, количество мест ограничено. Вот 108 рублей. 108? А почему именно 108? Многоприятное число. Да, и начинается в 10-08 у нас. Телеграм можете добавить. Ладно, я сегодня бесплатные рекламы делаю. 10-108. Круто. Даша и без блога очень известный человечек. Постоянно останавливается с кем-то поговорить. И в основном с иностранными девушками почему-то. Да, на вечеринке я просто шелла. Да, на вечеринке. Картина маслом. Продавщицы украшений остановились посмотреть на украшения. Отсматривают своих конкурентов, наверное. Мороженое купить? Да вы что? Чтоб поменять. Да, я везде и сказала, что это никакой нет. Не желаю. Да ничего так не с курицей остались. А у меня капусту это расхватали в первую очередь. Капусту, пироги с капустом. Нет, нет, я пироги вообще не заморожаю. У меня все бегают, где ваши пирожи. Держите так. У меня русские пирожи. Алло. Я говорю, маркет это что-то сумасшедшее. Потому что ты идешь, и у тебя один такой, а второй, пять и десятый. Ты такой, тут ла-ла, тут ла-ла, тут ла-ла, тут ла-ла. Блин, прикольно. Мне это очень нравится. Что-то как семья, типа. И все, кто здесь постоянно все знают. И такое, знаешь, если тебе, допустим, грустно, выйди на маркет со всеми, обнимайся и наобщайся, и станет тебе чуть-чуть теплее. Да, такая летняя смена в летнем лагере. Но у нас смены длятся по 4-6 месяцев. У меня уже второй год эта смена. Как же, влог без ваших прекрасных барабанов. Слава богу, слава богу. Даша кто-то позвонила, и она втопила. Твоя подружечка просто, я обещала. Она пришла на массаж, но она только приехала. Она была здесь в прошлом сезоне. Это третья бандитка, которую я не знаю. Третья бандитка, да. Да, есть Даша, Олена, и у них еще была третья, которую я не застал. Она, короче, приехала. Она не знает, где я живу. Она сказала, что у одной единой массаж мы были на пляже утром. Типа, я тебя встречу. Я как раз стояла с Богданом в это время, вот он ко мне зашел. Она закончила массаж, а мы в другой части пляжа, и вот мы бежим. Но, насколько я знаю, она не очень рада сниматься. Нет, я не говорила, что она не очень рада. Я сказала, что надо спросить. Я не уверена. Типа, я не при этом не говорила. Я не уверена. Рада сниматься. У меня просто с них прелези, которые не любят внимание. Когда дать видео, да, как я к тебе бежала, я летела. Привет. Я видела твои видео. Я знаю, кто ты. Снимаешь видео? Да. Все, Гуа меня возненавидит. Шлюхой обзовет. Как, да, Шух? Такое у тебя, да, мнение? Я говорила, мы сейчас слистим. Во-первых, видео, как я бежала к тебе. А во-вторых, я ему говорила. Он говорит, а можно я буду снять игру? Слушай, сначала спроси, говорю, некоторые люди этого не любят. Знаешь, ну мало ли что. Некоторые люди этого не любят. Ну, понятно. Все, волнухи, Настя, потом отписывай вместе со мной. То есть я снялась. Ну ладно, по сравнению с тем, что было у тебя, может и ничего. Да, моё дно пробито просто, я уже ниже некая. Это третья кошка бандитка. А где твоя татуировка? Какая? Кошки-бандитки. И у меня вообще нет ни одной татуировки. Знаешь, почему? Почему? Как можно приклеить наклейку на Бентли? Я думаю, что сейчас интерес к тебе возраст. Больше хейта, больше хейта, 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 хейта. Не, у нас только любой. Да, пошли, пошли. Пошли куда? Ты пойдешь в Тайку? Не обещали, где? Я в Тайку поеду. Все, давайте. Да, классно. Что такое Тайка? Это тайская еда. Я думала, тайский массаж, типа его промнут, подрочат, может даже. Увидимся, кошки-бандитки. Боктанин не выводствует. Даш, у тебя есть вообще нормальные друзья, кроме меня? Приехал домой, а здесь атмосфера праздника, мерцает гирлянды. Вообще очень здорово жить в доме со своим частным двориком с приватной территорией. Ну и нужно поздравить Настю и ее Ямаху, так как она прошла свою первую обкаточку тысячу километров. Завтра приедет человек, заберет ее в сервисный центр на первое техобслуживание. У меня какая морда крутая, злая такая, сексуальная. И вот эти золотые колодки, они, конечно, добавляют стиля этому черному байку. А я переоденусь и поменяю байк, так как могу себе это позволить. На самом деле просто не хочется дергать Ямаху, пока она не пройдет первое сервисное обслуживание, потому что, ну не знаю, как это работает, но я человек такой, знаете, скрупулезный. Сказано через тысячу нужно отдать, значит нужно отдать. Ну и к тому же мне нравится ездить на 500 кубовом байке. Я планирую летом, может быть, в конце весны поехать попутешествовать на таком же Royal Enfield 500. Может быть, даже на этом, если Настя позволит. Ну и по традиции в конце влогов про арамбольские будни нужно открыть вам какое-то новое место, где можно хорошо и вкусно покушать. Правда, оно будет находиться не в Арамболе, а в Нижнем Мандре. Там подают вкусную тайскую еду. Не помню, как она называется, но туда поближе приеду и покажу название. Так что переходим в ресторан. Место называется Tom Yam Tai. Находится в Нижнем Мандре. Рядом какая-то еще розовая комната есть. Что это? А, мейкап. Ничего себе. Мейкап в Гоа. Никогда не слышал. Здесь, конечно, Full Power. Потом Ямчика. Все пришли отведать. Здесь меня уже ждет Пашок. Здорово, братука. Давно не виделись. Как дела? Да, все прекрасно. Ты откуда? Слушай, я только что из Панаджи вернулся. Что там делал? К даме ездил. Можете себе представить, здесь такая кафешка, забитая людьми, шум, и здесь же внутри живет семья. Такое возможно, наверное, только в Азии. Нам еще Леха присоединился. Здорово. Здорово. Ты еще такой модный, братан. Я одет на 200 рупий. Реально? Подойди поближе, пожалуйста. Что это такое? Пончу гималайское. Реально за 200 рупий? Нет, я его за 1,5 тысячи в Москве. С 1,5 тысячи в Москве. Как дела у тебя? Все отлично, все путем. Никак не можем доехать до долбаного Хампи. Когда же это произойдет? Дайте машину в аренду, долбаные индусы. Не дают машину? Слушай, они боятся, что нас поимеют все менты на постах. Потому что это другой штат, и там все жестко. Там не по-детски. Ни как в ГО, ни вот этот детский сайт. Я знаю, что у них GPS даже в тачках есть. Да? Да ладно? Да. То есть они могут тебе удаленно заблокировать тачку? То есть, блядь, меню у них по QR-коду нету, а вот GPS в машинах для блока нормальный. Да. Так, мы уже знаем, что Паша у нас перед каждым приемом пищи молится. А тут еще и креветочки мертвые. А Паша вегетарианец вроде как. Не-не-не. Да, я сгадан не отравиться. Я ложусь. Много там креветок? Помолятся? Ну, можно наловить что-то. Ну да, есть. Есть. С креветками, не с одной. Хотите, чтобы ваша массажиста... Приятного аппетита. Спасибо. Да, у нас компания разрослась до 8 человек вообще. Я вот отловил креветочку. Сейчас тоже тест драйв буду делать. Очень вкусно. Хотя мы ждали очень долго. Ну, тут и людей пипец как много. А еще огромный крест, стоящий посреди холла. Выглядит немножечко криповенько, я считаю. Девчонки, как вам том-ям? Хорошо? Очень остро. Очень остро. Остро? А? Ты добавила шум? Ты визаран или прямо уезжаешь? Нет. Леха, что ты ешь? Я заказал итальянскую пасту в тайском кафе. И как? Очень вкусно. Таиландом и не пахнет. А как пахнет Таиланд? Ну, просто реальность. Вагин вагин. Остро. Еще в этом доме живет бабуся, которая периодически выходит и просто сидит, смотрит на гостей заведения. Да, это жилой дом. Обалденно. Остатки нашей компании занесло в кофейню, которая называется Ice and Spicy. Я вот хочу их прям прорекламировать, потому что у них потрясающий капучино. И здесь прекрасный обзор на Main Road. Так, сидишь за стоечкой и смотришь, кто куда двигает. Можно кучу знакомых встретить. А напротив такая кофешка с Будой. В общем, спалил все явки и пароли. На этом я заканчиваю сегодняшний влог. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой Telegram канал, на мой YouTube канал. Поставьте лайк этому видео и всех целую, всех люблю и до новых встреч, друзья! Ууу!